Сегодня в областном комитете природных ресурсов подвяли выники работы в минулом году и удокладнили планы на перспективу. В целом, стан новокольного осярода оценены как устойливы, что между тем не выключает наявности широких проблем. Олег Семтюров ознайомился с экологичной ситуацией в регионе. На начале года Гомельский областный комитет природных ресурсов провел конкурс детских малюнков. Зверните увагу, практически все 20 представленных работ выполнены в светлых тонах. Но вот неполнодетные, які максимум по 10 годов, разумеюць, природу необходна, беракчи. На жаль, тое, что разумеюць дети, не за все да разумеюць дорослые. По причине неэффективной работы очистных сбудований на Гомельщине на протягу года у водоема скидывается до 500 тысяч кубометров недостатково очищенных сёковых вод. Есть проблемы с распрощадживанием инвазивных растительных статок канадского золотарника и большевика сосновского, новых подыходов по торобой и реализации еды зеленой экономики, якая майя новази, створение больше экологично обеспеченного и устойливого света. Хоть и от экологу залежит не усе, на Гомельщине региструется повлечение выкида у поветра шкодных речевых от автотранспорта. Переход на электроавтомобили в такой ситуации может быть наибольшей эффективным вращением проблемы, а Лена Урате гэта сдарится в ближайший час. Объем автотранспорта и его выбросы сопоставимы с теми выбросами, которые дает в целом промышленность всей нашей области. Это, ну скажем так, сопоставимые цифры. Захование в стабильной экологичной ситуации спраяя контрольная деятельность. У минулом годе на виноватых складе на май полторы тысячи протоколов. Агульная сумма штрафов – больше 1 млн 500 тыс. рублев. А прича таго притягивалась работа по акции с территорией от токсичных отходов, в первую очередь пестицидов. Только из Петриковского полигона летать их вывезли 92 тонны. Работе за отходами зараз у вогулеповышенная увага. Шкло, макулатура, зношенные автомобильные шины. Значенный час пособранного можно выкрасить еще раз, все утонизовать без шкоды для природы. 25% имеется в виду от излечения вторичных материальных ресурсов за счет раздельного сбора. За счет сжигания мусора предполагается, что где-то 45-55% мы должны достигнуть до 2035-го. Ну и отдельное – это компостирование отходов, это 10%. Ну, конечно, в любом случае останутся какие-то отходы, которые придутся захоранивать. Предполагается, что на захоронение в республике будет уходить где-то до 10%. В принятом рашении некакие артиклы. У этого темнику – наведение парадки на земле и контроль за вытворчими объектами, озеленение населенных пунктов, системный контроль за станом водооховных зон и навод организации новых вытворчостей, бутылеванной пятной воды за артезианских федоровин и, конечно, осветницкая деятельность. Повномерная работа дозволить захватить в регионе стабильную экологичную ситуацию. Александр Роу, Евгения Макеенко, Телерадо Компания Гомин.